Высокие технологии все стремительнее входят в повседневную жизнь. Если социальные сети и электронная почта уже стали обыденностью, то слова блокчейн и биткоин все еще вызывают у большинства недоумения. О сложных вещах простым языком на лекции в точке кипения. Если коротко, то блокчейн – это технология децентрализованного хранения информации. Отсутствие в системе базового сервера в разы повышает безопасность при передаче данных. Что же касается биткоина, то это эквивалент денежной единицы. В отличие от российского рубля, биткоин не привязан ни к одному банку или государству. Обменный курс регулярно и резко меняется. Ну и, наверное, еще одной особенностью является ее высокая анонимность и высокая защита от какого-либо мошенничества. Хотя это спорный вопрос, потому что достаточно много проблем именно с таким очень масштабным мошенничеством на биржах, например, связанных с криптовалютой. О технологиях завтрашнего дня собрались послушать в основном студенты-экономисты. В перспективе электронные деньги заменят привычные бумажные. Поэтому будущие финансисты должны быть подкованы в этой теме. Я особо не знаю вообще, что такое блокчейн. Мне, наверное, хотелось бы побольше узнать об этом и как это будет влиять на государство в целом, как в лекции нам будет сегодня рассказано. Вот. И, в общем, эта тема очень интересная и сейчас популярна достаточно. Интерес проявили и представители старшего поколения. Ну, во-первых, это очень актуальная проблема современной экономики. Вот меня интересуют эти проблемы. Вот. Ну, как пользователь интернета. И вообще мне очень интересно узнать про криптовалюту, про биткоины. Ну, поэтому я сюда пришел. Расплатиться в магазинах России биткоинами можно будет еще не скоро. Сейчас государство стремится урегулировать правовой статус криптовалюты. Что же касается биткоина, то уже сейчас на основе этой технологии работают сайты и формируют базы данных с высокой степенью защиты информации.